Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Crazy Life, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Кровь Вино. Напомню, что мы отправились в сады вместе с княгиней для того, чтобы предотвратить очередное убийство Гарпии. И я думаю, что у нас всё получится. Княгиня едет первой, всех разгоняет, всех шугает. Пошли, 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 быстрей! Сейчас, скорее всего, придётся использовать Ведьмачье Читьё для того, чтобы найти намного быстрее. Быстрее обычных жителей. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Ты уверена, что это хорошо? Тебе придётся раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо Феникса. Так будет быстрее. Золотая рыбка? Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гер, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки. А ты просто нырнёшь и отыщешь её. Хорошо. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь приманишь. Вон он там бегает, посмотри. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти мельтон. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо Феникса. Всё ясно? Тогда за дело. Да, вроде да. Ребят, рыбку, скорее всего, придётся нырять и использовать ведьмачье чутьё, а с единорогом придётся использовать знак подчинения. Надеюсь, я всё правильно понял. Вот, правда, я не знаю, что первее сделать. Давайте, наверное, рыбку. Она ближе находится. Так, разбежались, рассосались все. Хотя нет, вот смотрите, единорог здесь рядом. Сейчас, родненький, сейчас я тебя поймаю. Может, его яблоком? Или сладостями? Не было проблем, сестрица, кабы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор ещё раз? В этом месте? Тише, а то спугнёте единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придётся испортить вам забаву. Кто это такой? А единорог-то не настоящий. Или нет, или настоящий. Но, похоже, рог-то какой-то приделанный. Гера, ну ты чего? Знак используй. Так, где у нас там знак подчинения? Охранный щит. Вот, влияние на разум. Эээ, погоди, погоди, погоди. Ты куда собрался-то? Почти поймал. Вроде как заюзал, но... О, отлично, сработало. Спокойно. Не нервничай. Но ведь так нельзя. Явный обман. Господа, надо показать ему, кому, где раки зимуют. Всё было по правилам. Всё было по правилам. Это не те дрожи, которых вы ищете. Он честно выиграл. Эх, не везёт, так не везёт. Попробуем добыть следующую подсказку. Сейчас быстро бежим до реки, ныряем. И с помощью ведьмачьего чутья отыскиваем рыбку. Он будет быстрее. Давай, 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 Гера, шустрее. Самое главное сделать всё быстро и чётко. А княгиня у нас отправилась искать яйцо. Надеюсь, у неё всё получится. Золотая рыба должна быть хорошо видна, попадай. Конечно, а сейчас мы её быстро найдём. Кто-то прыгнул. Ребят, ищем. Вот, вот она. Это ещё не всё, что ли? Хм. Тогда продолжаем поиски. А, вот ещё их несколько, что ли? Так, ещё одна. И вон ещё одна. Как бы к тебе подступиться-то? Давай, 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 Гера. Чё-то он не хочет. Давай ныряй глубже. А, это камень. Ничего себе, я попутал. Где-то я просто видел. Где-то ещё одна есть. Блин. Ищем, ищем, ищем. Надо сделать всё быстро. Я почему-то думал, что это... Во, во, вот она. Я почему-то думал, что это очередная рыба, которая над ней лежит. Вот ещё одна. Готово. Всё ещё не всё. Хорошо, ищем ещё одну. Вот. Вот, 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 вот. Вот её, скорее всего, я искал. Я помню, что там что-то над ней было. Ещё какая-то рыба? Блин, да сколько их? Я вроде уже всё обыскал, и больше ничего нет. А, во. Давай, давай, Гера, быстрее. Я надеюсь, что это последняя. Эй, подожди. Остановись, это важно. Король Баклан, мы приносим тебе этот дар. Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты. Месяц на небе сменился, а я ждал в своём владенье храбреца, что мне в дар принесёт достойнейшие подношения. Гера просто подошёл, забрал. Ой, жесть, как гопник. Ключик. Ключ есть. Встретиться с княгиней, чтобы соединить подсказки и понять, где спрятан заяц. Хорошо. Надеюсь, что княгиня нашла яйцо, которое искала. Две подсказки мы сделали, осталась третья. Третья за княгиней. Я на самом деле переживаю, потому что хочется спасти человеческую жизнь, но получится ли у нас, пока что непонятно. Давай, давай, Гера, шустрее. Я не понимаю, неужели он так далеко спрятался, что мы не можем просто пойти, покричать, поискать его. Неужели будет быстрее найти подсказки? Просто столько времени мы на это все потратили, и его вполне возможно могли уже убить. Давай, давай. Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Все, игры закончились. Давай сюда. Они еще думают, что княгиня ради победы решила их просто обмануть, что ли? Что за бред? У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. У меня ключ. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы. А последний хранят все придворные лица. Ммм. В норе или пещере? У лисицы. Может, где-то в норе или в пещере? Но это же глупо. Смотри. Если я возьму теп от слова тепло, ли от лисицы, а потом добавлю последний слог ца от слова лица, то получится теплица. Гениально. Действительно. Звучит разумно. В садах действительно есть теплица. И дверь в одной из них закрывается на ключик. Такой, как этот из золотой рыбки. Ну, тогда в теплицу. Только шустрее. Мы столько времени потратили на это все. Жди здесь. А? Интересно, а у княгинь того времени разве не было оружия? Потому что у нее даже кинжала нету. А вдруг на нее нападут, она даже защититься не сможет. Я же говорил, я же говорил, что нет никакой бестия. Что это какой-то чувак, который просто превращается. Что такое? Это вампир. Потому что в прошлом эпизоде мы же встречались с вампиром, который мог телепортироваться. плюс еще в подсказках к игре во время загрузки писали, что высшие вампиры очень сильные. Но это вампир. Вон у него и когти есть огромные. Все понятно. Вот пазл и сложился в принципе в третьем эпизоде. Я, если честно, наверное, не готов к бою с вампиром. Потому что там еще надо меч починить. скоро сломается. Гера, дверь закроем. Через дверь может уйти. Я здесь. Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя. Не причинял тебе зла. А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки. Теперь гонишься за мной. Зачем? А зачем ты убиваешь? Я убил, по крайней мере, четырех невинных. Мне интересно. А ты-то сколько невинных убил? Невинных? Вообще-то всех, кого я убил, они на меня нападали? Либо я кого-то защищал? Ни одного. Невинных я не убиваю. Только убийц. И вот их обязательно. Во-во. Я скоро закончу. остался всего один. И ты, если не отступишь. Да я тебя сам порву. А что потом? Уедешь отсюда и будешь убивать где-нибудь еще? Нет. Я собираюсь жить. Долго и счастливо. Какой страшный. Так, ребят, давайте сразу какой-нибудь знак заюсаем. Охранный щит. Позволю тебе больше убивать. Я не думаю, что бой с ним будет очень простым. Так похоже оно и есть. Какой живучий тварь. Надо было перед боем отдохнуть, потому что банки закончились. Тварь, а сдохни. Надо почаще уворачиваться, что-то я много ударов пропускаю. Все, похоже он ослабел уже. Получай, скотина. Вот он совершает рывок, надо увернуться в ад и со спины его. Какой риский дерзкий. Отлично. Да мы его уже победили, ему осталось только голову разве что отрубить. ну ни хрена себе. Регенерируйся. Ты попал в беду, я хочу помочь. Так это тоже вампир? Справлюсь. Нет, он мой друг. Гера, руби обоим бошку. Привет, Геральт. А ни хрена себе с дыркой в груди. Привет. Регис, ты, ты живой? Да, и в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках. Сколько воды утекло, друг мой. По крайней мере, по человеческим меркам. Но как, когда я видел тебя в последний раз? Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по колонне одного замка. Сейчас я в несколько лучшей форме. Не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости. Это была моя вина. Я так и не успел попросить прощения. Остань, Геральт. Дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Это, конечно, все хорошо, но где тот? Куда он убежал-то? Я вижу, ты знаком с убийцей. Местный серийный убийца тебя, похоже, слушается. Может, скажешь ему, чтоб никого больше не убивал? Затем я сюда и приехал. Будет нелегко, Дэтлов порой исключительно упрям, но, как ты, вероятно, помнишь, я тоже так просто не сдаюсь. Значит, так его зовут. И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более... как бы вы это сказали, зверски. Но я работаю над этим, не беспокойся. Я тебе помогу в работе, я тебя быстро успокою. как я здесь он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, троих. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы или просто чтобы напиться. Дэтлов не из них. Стоп. В смысле, он хотел отомстить им, что ли? Ну да, они же там выдвигали такую теорию, то, что он каждое убийство совершал с целью показать, что их моральный облик разлагается. А какие могут быть у него причины? Так какие у него по-твоему причины? Именно это я и хочу узнать, чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем. Слишком ты в нем уверен. Облик ваш различен, но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца, обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельству. Помнишь 964 год? Это было 300 лет назад. Ривию, Лирию и спалу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек двести. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Дэтлов. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестия у его ног. Так родилась легенда. А почему он убил чудовище? Вампиры редко помогают людям. У него наверняка были свои интересы. Ошибаешься. Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика, который когда-то угостил Дэтлофа яблоком. Благородный тип. У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг. Когда Вильгефорц расплавил меня, мои останки нашел Дэтлоф. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать, а мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь, регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? И представлять не хочу. Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы, которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. у тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Детлофа сильнее всего развито чувство стай. Как следствие, Детлофу комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей. если он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из колеи. Я должен его найти. Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь баклер кровью. Значит, у нас общая цель, как в старые добрые времена. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать, так? В принципе, да. Гера, ты чего? Он должен ответить за убийство? Надеюсь, я успею тебя убедить, что Детлоф не чудовище. Ладно. Но пока что многое против него. Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мэр Лошес. Приходи туда. До встречи. Он в любом случае должен ответить за те убийства, которые совершил. Потому что он убил исключительно своих идей о моральной ценности. боюсь, все опоздали. Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мельтона не должно остаться безнаказанным. Прежде чем мы продолжим, давайте заюзаем медитацию. Ну допустим до утра. ХП восстановили, баночки восстановили. Теперь можно продолжать наше странствие. Кстати, надо как минимум еще сходить до кузнеца, починить свое оружие. Инженерный заслужий, который выплачивает награды за заказы. Хорошо. А вот, собственно, и кузнец. Точила. Место отмечено игроком. Стоп. Дело в том, что здесь там может быть и можно заточить мечи улучшить броню временно. Но не факт, что там есть кузнец, потому что кузнец, по-моему, отдельно отображается. Потому что есть в Ведьмаке места, где стоит только точила и только броня. Без кузнеца. Сударь, сударь, вам письмо. Мне? От кого? А вот этого не знаю. Я только доставить. Помню, помню, в первом эпизоде говорили о том, что в дополнение какой-то мальчик приносит письмо и там сообщается о новых возможностях. Держи монетку, почему нет? Держи и спасибо. Так это вам спасибо, уважаемый. Всегда к вашим услугам. Хороший мальчик. Дорогой друг. До меня дошли слухи, что ты в Тусенте. Надеюсь, ты не подорвешь свое драгоценное здоровье на фестивале вина. В твоем возрасте последствия могут оказаться губительными. Быть может, тебя заинтересует вот что. Осматривая библиотеку одного моего знакомого, я наткнулась на упоминание о некоем профессоре Моро из Баклера, который изучал ведьмачьи мутации. Подробности я не знаю, где была его лаборатория тоже, но думаю, что-то можно узнать из дневника, который вроде бы похоронили вместе с хозяином. Прилагаю карту, которую нашла в той же книге. Она в скверном состоянии, но думаю, ты сумеешь ей воспользоваться. А кто это пишет-то? Если тебе вдруг наскучат баклерские девицы, вино и прочие прелести, попробуй покопаться в этом деле. Вдруг найдешь что-нибудь интересное. Твоя подруга Йеннифер. Йеннифер! Какие люди! Профессор изучал ведьмачьи мутации. Дело и правда интересное. Я ее охоте постоянно во время прохождения Ведьмака 3 хайл за то, что она такая дрянная сучка, но тем не менее я рад ее слышать. Точнее читать от нее письмо. Ну что, ребят, давайте попробуем разобраться, где здесь находится кузнец. Я почти прибежал. Но далеко не факт, что он здесь есть. Это нам нужно зайти внутрь, что ли? Так, здесь мы не пройдем. Красивая мелодия. А где это? Может снизу? Я конечно все еще тешу себя надеждой, что в дополнении я встречу Трис. Ну или хотя бы цири. А лучше и то и другое. Что-то я понять не могу, где точенный камень-то. А, вот проход. И торговец есть, отлично. Да будет свет, здорово. Нужны новые поножи? Или может перчатки? Что скажете, рыцарь? Для начала я хотел бы починиться. покажи свои товары. А что там у тебя? Тут немножко изменили инвентарь, придется еще немножко привыкнуть. Но по-моему все, что у меня есть в инвентаре, это все меня не бафает. Ремесло. Починка. А починить снаряжение? Починить. А как починить все? Окей. Но похоже я все и починил. хм. Не понял. Поштучно только можно чинить. Или это я чиню вещи, которые находятся у меня в инвентаре, а все, что на мне, я уже починил. Ну-ка, бывай. Бывай. Да, все вещи я, получается, свои починил, а те, что в инвентаре, чинятся отдельно. Чиниться отдельно, чиниться поштучно. Куча подсказок. Угу, спасибо. Доспехи а оружие. А, то бишь, весь инвентарь разделен. Здесь отдельно доспехи, здесь оружие. Ну-ка. Плюс 47. Меняем. остальное не бафает. Так, это у нас опыт. А где переносимый вес? 109-160. Ну, пока терпимо. 20 тысяч у нас есть. Или может продаться, пока я здесь рядом стою. Чтобы потом уже не возвращаться. Привет еще раз. Молодец, молодец. Я тебе очень рад. А что там у тебя? У тебя денег-то хватит? Хм. Даже деньги не отображаются. Это получается деньги, которые я... А, это как раз таки его деньги. То бишь я сразу продаю. Ну, все, понял. Теперь я разобрался. Это впариваем, это тоже. ослины уши. Нет, тоже продаем. Ну, в принципе, все. У торговца остается 80 с лишним монет. И все необходимое мы продали. Давайте посмотрим по весу, сколько у нас остается. 82 160. Отлично. Отлично. сходить на кладбище. А как далеко это кладбище? Давайте посмотрим картам. Ну, как минимум нужно заюзать будет телепорт. Доступные задания кровь и вино в этом месте можно начать задания связанные с дополнением кровь и вино. Я так понимаю, что это какие-то дополнительные задания. Потому что основное квест как раз мы и выполняем. Ребят, нам нужно отправиться до ближайшего телепорта, но ближайшего телепорта я так понимаю, что вообще здесь нет. Разве что вот здесь. Да, придется немножко пробежаться. Ну, что ж, хорошо, хорошо. Вот примерно в этом направлении. после небольшой пробежки я почти пришел. Этот момент не стал записывать, потому что он очень какой-то скучный. Давайте заюзаем телепорт и отправляемся на кладбище. Интересно, а если прийти на кладбище днем, то выйдет он к нам или нет? У нас эта территория вообще вся не открыта. печально. Скорее всего придется на коняги туда скакать. Да ладно. Ну, похоже, что так, потому что ближайшего телепорта здесь нет. Вот это поворот. Хотя можем, допустим, доскакать досюда, а потом уже тпшнется. Нет, но это в принципе одно и то же и получается. Ладно, тогда используем конягу. Так, и значит вот сюда нам ускоряться невозможно. Хорошо. И здесь тоже. Придется так аккуратно, чтобы жителей не позбивать. Тут еще дети маленькие бегают. Очень здесь красиво. я еще в прошлом эпизоде это говорил и просто не устаю это повторять. Райское место, просто райское. Плохо, конечно, что нельзя ускоряться, потому что придется сейчас скакать очень долго и упорно. Хотя, я думаю, здесь где-то не позволят это сделать. Это сделать невозможно. Блин. Ладно, тогда аккуратненько поедем. Не дают, не дают возможность мне ускориться. В любом случае, мы сейчас выйдем за черту города, там можно будет побыстрее поскакать. Давай, давай, коняга, я в тебя верю. Ты можешь. скакала бы чуть быстрее. А, нам не сюда. Здесь придется самому идти. она не хочет туда забираться. Хотя, вроде как, может, но не хочет. Если честно, в принципе, мне сама идея вот этой дружбы с вампиром не особо нравится. Потому что он своего дружка пытается защитить, прикрыть. Мы же почти, почти его зафигачили. Но он вмешался. И причем он вмешался и начал нас защищать. При том, что мы его убили почти. Нам зачем какая-то защита, если мы почти справились с его другом. Шевелись, платва. Да-да-да, шевелись, платва. Ну, давай, хоть здесь-то ускоряйся. Во! Во! вы посмотрите какие красоты. Просто шикарно. Платва, ты можешь туда прыгнуть? Прыгнуть не может. Ну, кстати, это был баг такой очередной в Ведьмаке третьем, то что находясь на коне, можно было прыгнуть даже с большой высоты и ничего бы не было. И они это починили, то бишь она сейчас не может прыгать в пропасть. Хотя там, в принципе, высота небольшая была. По дорогам я, наверное, ехать не буду, потому что так будет дольше. Едем по самому короткому пути по прямой. Во! И телепорт здесь есть. Твои-то уже какие-то птички щебечут. Но я не исключаю такой возможности, что здесь есть еще и монстры. Ну, конечно, наш дружбанчик в склепе. Ну что, ребят, давайте на этом завершим эпизод. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакт. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok